Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер. Сегодня 28 июля 2020 года и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем с пары фунт-доллар. Фунт-доллар после значительного роста сейчас находится в коррекции. Коррекцию я ожидаю к уровню 1.28.079, так как уровень 1.28.831 был достаточно ключевым и заканчивал цикл покупок. Поэтому на сегодняшний день только исключительно внутри дня, потому что я торгую внутри дня и соответственно анализирую только внутри дня. По моим расчетам уровень 1.28.079 это будет конец отката, коррекции от основного тренда. Здесь уже нужно будет по факту смотреть. Во-первых, здесь вообще в принципе заканчивается АТР, то есть волатильности идти дальше у фунта может просто не хватить. Поэтому день может на этом уровне так и закончится и завтра уже будем рассматривать дальнейшие покупки от 1.28.079. В случае, если уровень все-таки не устоит и его фунт пробьет, то тогда будем расценивать это как разворот локального тренда и будем рассчитывать дальше на продажу. У евро ситуация та же самая. Достигнут был ключевой уровень 1.17.572. От него произошла небольшая проторговка и сейчас идет коррекция. Коррекция идет к уровню 1.16.873. Ситуация та же самая, то есть максимальная волатильность евро здесь по сути на этом уровне может и закончиться и куда-то идти дальше какого-то движения может не произойти, просто потому что не хватит запаса хода. Ну и ситуация та же самая. Сегодня мы ждем уровень 1.16.873. Завтра будем смотреть уже как поведет себя этот уровень. Устоит он, не устоит. И ну вообще, конечно, я пока рассматриваю покупки от этого уровня. Посмотрим, что будет по факту. У иены ситуация зеркальная. Был достигнут уровень 105.447. Его цена пробила, немного спустившись ниже и только сейчас сформировалась первая волна, хорошее движение, которое говорит, что сейчас происходит, ну как минимум, откат. Откат происходит к уровню 105.998 по моим расчетам. И ситуация та же. Во-первых, на этом уровне закончится просто волатильностью иены на сегодня именно. Вот поэтому пока ждем сюда и от уровня 105.998 будем же смотреть в дальнейшие действия цены. То есть если пробивается уровень, то это будет локальный разворот тренда. Если отсюда сформируется движение на продажу, будем продавать. Канадский доллар сейчас, у него то же самое, собственно говоря, положение, что и у иены. Он сейчас находится в откате. В откате к уровню 1.33983. Сюда цена подойдет и здесь нужно будет подождать формирование движения вниз. То есть должна возникнуть хорошая первая волна, хорошее движение вниз, импульсная. И на откате можно посмотреть продажи. Но опять же ситуация такова, что этот уровень является местом, где закончится АТР у канадца на сегодня. Поэтому каких-то движений дальше он может просто не произвести. По факту, конечно, посмотрим. Австралийский доллар также находится в откате. Но у него не совсем откат, то есть больше такое флетовое движение за все это время. И уровень 0.7950 на сегодняшний день я, по моим расчетам, является целью продаж. Ну и ситуация такая же, как у всех остальных. Единственное, что здесь, учитывая, что это френд больше флет, то больше, конечно, мысли о том, что от этого уровня он может отскочить опять и во флете остаться. Золото. У золота после очень агрессивного, сильного взлета, хорошего, восходящего тренда, наконец, началась коррекция. Единственный момент здесь таковой, что по сути, АТР с золота на сегодня уже закончилось. То есть, сформировалось первое неплохое движение вниз, да, то есть, которое нам говорит, собственно говоря, о коррекции. Но, по моим расчетам, это движение может закончиться на уровне 1902.90, но АТР у золота на сегодня просто не хватит, чтобы дойти до этого уровня. Поэтому я думаю, что здесь будет определенный флет. Возможно, цена немного скорректируется выше и уже либо к вечеру, либо уже на стыке сессии, либо завтра только достигнут будет уровень 1902.90. Но здесь уже на завтра будем смотреть по ситуации, как закончится торговая сессия сегодняшняя. Но по золоту на сегодня пока продажи совершать на нижних границах рынка, именно текущего дня, все-таки не стоит, это опасно. Нефть. Нефть находится сейчас также в коррекции. Есть небольшое флетовое движение у нее и диапазон этого флета 44.93. 43.35. 43.35 нефть так и не смогла пробить. Неплохо ее откупали, что 21 июля, что вот вчера вечером. Получается, что происходит откат к уровню обратно к 44.93. То есть, именно сюда сегодня нефть я жду, то есть, чтобы доработала конструкция сама трехволнового движения. И на этом уровне, по сути, на сегодня может движение закончиться. Уже рассматривать нужно именно покупки. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Амаркетс. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok